Друзья мои, всем привет! Сегодня хочу рассказать вам три способа, которые не вошли в мой гайд, как разлюбить легко и быстро. И эти способы помогут вам не зацикливаться на каком-то одном конкретном человеке. Это методы обесценивания другого человека и работают они очень классно в тот момент, когда вы только начинаете впадать в эту любовную, эмоциональную привязанность и зависимость. Как правило, этому поведению склонны женщины, потому что женщины более быстрее впадают в это чувство любви, в чувство привязанности, в чувство какие-то романтические нежности. Так устроена просто у нас психика, что мы более подвержены зацикливаться на каком-то одном человеке и вообще зацикливаться на какой-то одной идее. У вас было только одно свидание, а вы у себя уже в голове создаете план рассадки гостей на вашей свадьбе. И вы же сами понимаете, что так думать не надо, что нужно себя остановить, но ничего с собой поделать не можете. Кстати, поздравьте меня, наконец-то случилось чудо, я начала разбираться в том, как работают микрофоны, поэтому мне очень важно ваше мнение. Скажите, пожалуйста, изменилось ли качество звука этого видео по сравнению с предыдущими или раньше было лучше. И давайте приступать уже, что-то слишком долго я сегодня разговариваю. В общем, первый метод заключается в том, что вам нужно решить для себя, то есть договориться с собой, как будто эти отношения временные. Вы себе ставите четкие рамки, четкие сроки для этих отношений, то есть вы как бы проговариваете себе, да, это временный роман и он закончится тогда-то, тогда-то, ну, допустим, 1 сентября. До 1 сентября я кайфую, я отдыхаю с этим человеком, я, возможно, как-то поверхностно в него влюбляюсь, в общем, мне классно в этих отношениях, но потом они закончатся. То есть это не серьезные отношения и ни к чему они обязывать меня не будут и этого человека тоже. Таким образом, вы сами ставите себе ступор и не даете разгоняться своей психике, не даете себе начать зацикливаться на каком-то одном человеке. И желательно, чтобы как раз-таки к этому 1 сентября у вас появились, у вас были уже намечены какие-то действительно более важные дела, которыми вы будете заниматься. Ну, допустим, там 1 сентября я там поеду в другой город учиться и все, и наши отношения закончатся. Или там 1 сентября я начну там делать какой-то другой проект и буду вся в этом проекте, поэтому мне будут недоотношения и как бы они мне, в принципе, особо так и не нужны. Не создавайте серьезные отношения, обесценивайте все ваши отношения. Ведь на самом деле нет ничего постояннее, чем временное. И даже если вы себе сейчас скажете, что это временное, поверите в это, то, скорее всего, эти отношения продлятся гораздо дольше, чем до 1 сентября. И сейчас на меня нападут просто в комментариях, я уверена, мужчины, которые считают, что я учу женщин плохому. Нет, поверьте, гораздо хуже будет, если вы после первого свидания будете себе говорить все, это тот мужчина, который мне нужен, я хочу с ним серьезных отношений, я хочу с ним семью, прожить всю жизнь вместе, умереть в один день. В таком состоянии вы будете более требовательны, вы будете вести себя не так, вы будете тяжелы, у вас не получится легких отношений. И, скорее всего, эти отношения даже и до 1 сентября не продлятся, если вы будете требовать от этих отношений чего-то большего. Особенно, если в этот момент мужчина не думает вообще ни про какие взаимоотношения с вами. Поэтому распускайте у себя в голове всю эту фабрику серьезных отношений и начинайте относиться к отношениям легче. Второй способ, который я хочу вам сегодня рассказать, это, конечно же, план B. Нельзя класть яйца в одну корзину, а риски нужно диверсифицировать. Так меня учили, когда я изучала инвестиции. В принципе, в отношениях ситуация точно такая же. Вы не должны зацикливаться на одном мужчине, не надо ставить его во главу своей вообще всей жизни, говорить, вот это единственный там человек на всей планете, моя там вторая половинка, вот я нашла свою половинку, больше половинок у меня нет. На самом деле это все глупости. В мире и вокруг вас полным-полно людей, которые вам подходят идеально, которые могут быть вашей второй половинкой. На самом деле в этом нет вообще никакой проблемы и никакой сложности. Просто вы не умеете их видеть, потому что, опять же, зацикливаетесь на ком-то одном. У вас обязательно должны быть другие люди в окружении, которые вам нравятся, которые вам симпатичны, с которыми вам интересно проводить время, которые вас в чем-то восхищают, которые вас чему-то учат. То есть те люди, которые, в принципе, тоже неплохи сами по себе. И иногда вы там можете с ними провести время. Опять же, я не призываю вас заводить там одновременно 150 романов и крутиться, как белка в колесе. Нет, это абсолютно не нужно делать. Просто вы должны знать, что где-то около вас есть такие люди, которые вам тоже интересны. И третий способ – это способ обесценивания другого человека за счет его негативных сторон. Согласитесь, мы с вами все не идеальны, у каждого есть какие-то черты характера, какие-то качества, которые, возможно, кому-то другому и не нравятся. Знаете, опять же, вспоминайте эту поговорку, там, я не 100-долларовая купюра, чтобы нравиться всем. Так вот, когда вы понимаете, что начинаете влюбляться в человека, просто сфокусируйтесь на его каких-то отрицательных качествах. Чем больше вы найдете этих качеств, тем, конечно же, лучше. И не превозносите его, наоборот, положительные качества. Ой, он там такой добрый, щедрый, милый, там, классный. А вы говорите, он курит, ну все, как бы, ну он уже не идеальный. И то есть вы цепляетесь за что-то плохое, чтобы затормозить свое вот это погружение в влюбленность. И вот это плохое раскручиваете вообще прям до самого негатива у себя в голове. И так вы сможете продержаться какое-то время и не так быстро залипнуть на этого человека. Возможно, вам не нравится его там работа, его хобби или его там внешний вид. То есть цепляйтесь за вот это, то, что вам не нравится. Если вы уже перешли в ту стадию любовной зависимости, когда вам кажется, что человек просто идеальный, у него нет вообще ни одного недостатка, то тогда начинайте присматриваться к его поведению. Ведь если вы находитесь уже в таком состоянии, то, вероятно, всего человек с неособым интересом общается с вами. И вот этот не особый интерес вы считываете на уровне действий. То есть вы смотрите, ага, он-то мне не пишет каждый день доброе утро, ну все, ну какой он уже идеальный. Он уже не идеальный получается. То есть он уже не делает то, что делал бы в вашей голове, то есть что делал бы по отношению к вам идеальный человек, который живет в вашей голове. А если он сделал что-то вообще отвратительное, ужасное и смертельное, то вы так же себе говорите. Это не идеальный человек. Идеальный человек не может так со мной поступать. Идеальный человек так вести себя по отношению ко мне не может. Я никогда никому не позволяла и не буду позволять вести себя так с собой. Даже если во всех остальных качествах он какой-то идеальный. Это все очень простые, но в то же время максимально эффективные способы. Понимаете, все гениальное просто. И если вы уже впали в эту любовную зависимость, то, конечно, вам эти методы вряд ли помогут. Вам нужно начинать работать над собой, потому что все само собой не рассосется. В прошлом видео я уже рассказывала про свой новый практический материал, гайд, как разлюбить легко и быстро, в котором собраны NLP техники и самые эффективные упражнения когнитивно-поведенческой психотерапии, которые позволят вам в максимально кратчайшие сроки забыть вообще абсолютно любого человека. Но я недооценила масштаб этой проблемы, я недооценила то количество людей, которым нужна сейчас психологическая поддержка и помощь в этой своей любовной зависимости. Это на самом деле оказалось повсеместно, и очень много людей уже приобрели этот материал, и очень многие мне пишут. И я на самом деле очень расстроена такой статистикой. Но опять же, не нужно стесняться, нужно начинать работать над собой, ведь по большому счету все вот эти вот любовные привязанности, это просто ваши привычки, вашего мышления, ваши ментальные особенности. То есть вы привыкли вести себя таким образом, и вы себя так и ведете на протяжении всей своей жизни, поэтому научившись один раз управлять своим внутренним ребенком, вы будете делать в следующие разы это с легкостью. И даже поэтому, просто когда человек переживает какие-то разрывы отношений, переживает какие-то сложности, следующее отношение он переживает уже не так остро. Согласитесь, в 20 лет мы переживали намного сильнее по поводу неудачных отношений, чем в 30 лет. Учитесь управлять своим внутренним ребенком, который стоит в магазине и кричит, хочу эту шоколадку, хочу именно эту, именно сейчас, и ничего другого мне не надо. Переводя на язык отношений, хочу этого мужчину прямо сейчас, и никто другой мне не нужен. Учитесь мыслить правильно, вокруг вас очень много людей, которыми вы можете восхищаться, которые могут вас любить, с которыми у вас могут получиться прекрасные гармоничные отношения. Ссылка на сайт в описании. К тому же я продлила еще на 2 дня срок действия акционной цены, поэтому успевайте, приобретайте и становитесь наконец-таки счастливой. Посмотрите на этот мир под другим углом, учитесь вырабатывать у себя новые привычки, новые шаблоны поведения, которые помогут вам во всей вашей дальнейшей жизни. А на сегодня у меня все, я вас всех люблю, целую, пока-пока!